день добрый господа сегодня мы выехали за грибами а то есть у нас декабрь месяц у нас отличная погода мы приехали в черноречья шикарный сосновый лес но к сожалению здесь уже машин полным-полно нас как бы это не обескураживает я считаю что из выходных положений нет какой-то гриб будет и наш потому что как бы люди набирают очень много грибов все торгуют кто-то закрывает покупает вчера буквально поднимаясь по своему этажу и запах стоял грибов просто огромный фон вот такая красота вот такой лес на свойстве для специально просили нашего водителя и сейчас мы направляемся в этот лес все что мы будем находить мы будем вам показывать да пойдем вот такой склон вниз лена аккуратней потому что здесь как говорится все скользко и жиденькая кто-то уже пытался падать но ничего страшного присутствие ягод на деревьях какие-то ягодки птички поют красота красота красоте наконец мы вышли на передовую что называется сосновый лес потому что все это как бы в гору в гору лес искусственный конечно а внизу в миновали мы такую чащу из кустов которая просто не пробиваем это еще будет еще более менее а там внизу вообще жесть ну вот вроде бы диск как уже хожу на потому что время собственно она уже за 9 часов переводила утра как правило нормальный грибник не спит до 8 потом собирается идет за грибами нормальный грибник встает в 6 и уже всем должен быть в лесу не как мне кажется по детским ощущениям и подростковым похождениям по лесу это всегда были ранние походы и все остальное гребеньков уже мы увидим волу там конце тоже есть так что мы сейчас берем старт и в городу да повыше где уже может быть и пока еще никто не был очень такое место похоже и знаете как бы и насыщенные такими желудями проросшими то есть видеть очень много и по факту я тут смотрю вот так что перекопано в этом месте в этом месте вот тут 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 здесь мне кажется по ходу следы кабанчика потому что желудя а тут их много дубовых деревьев как видите по листве здесь видим погуливает кабанчик потому что очень-очень много здесь перепопано мест мой первый гриб большой гриб не знаю как называется но походу мы его съедим сегодня судя так по шляпе должен быть хороший такой лесок симпатичный сейчас будем спускаться влага там поинтереснее там видимо все обхожено здесь это не так активно так что будем направляться подальше от дороги еще дальше переходим другу лес холм один прошли вот часом внизу еще один красота такая низина мест очень шикарно вокруг много хвои под ногами много шишек как видите волосок много 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 впереди красиво дерево сухое и вот такая вот гора вверх идущая обратно возвращаться мы будем уже по ней в гору в гору в гору красивое дерево конечно хотелось бы сделать фотокодор наверное мы уже сейчас не будем делать вот здесь яма лисеницы грибов конечно ребята сегодня как гребняков много но они все у кого-то лежат посуде перу продолжаю снимать с места съемки дело шикарное фото сухой коряшкой и пошли дальше на самом деле бывая кругу постоянно моё хождение за грибами это полный атас объясню почему грибов как правило как у нас на материке таких здесь нет когда идешь по материку там грибы имеют ввиду торчат из-под травы шляпы идешь и смотрим замещаешь наклоняешься и режешь здесь поиски грибов это какое-то детективное расследование то есть надо смотреть под траву под коряжки под бог но еще больше поражаю что он куда отдаленность от города 20 километров а прошла с мы ездили и за 40 не дают поводу думать о том здесь когда вы приедете вообще грибы вместо шикарно просто шикарно полон грибники прошли перед его вместо просто обалденно конечно имея машину каких-нибудь четырех осевую было бы здорово бы имя и вообще бы имеется до какой-нибудь квадрик бы было бы очень бы неплохо бы по нему погонять так я его думаю нам бы двинуться куда какую сторону какого леса налево направо и конечно красота лена васильевна вот идет говорит что идет я вот в такой вот собственно обуви вот такой одежде вот в такой одежде по всем спортивным объясню почему я и для тебя как бы лес сам понимаю что если бы я пошел бы у себя потом бы там калужской области брянской области независимо там надо одеваться обуваться и собственно вообще-то одевать резиновые сапоги здесь как таковой травы нет а в лесу вообще сухмень идешь как и не знаю как по ковровой дорожки из его поэтому одеваться здесь собственно не надо так поднялись на гору конечно там внизу жесть была страшное дело сейчас мы видим красивые места возвышенность такой очень даже здорово какое-то количество дубков на фоне сосны вот какая низина 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 все такое красивое в иголку но почему-то зараза и грибов нет нужно пришли за ними за ними хотя как я вижу он торчит масленок сейчас я его срежу конечно ребята будем полагать что это место людям которые пришли за грибами тяжело подняться на самом деле ну а нам в этом месте удастся порезать грибочки в общем нарвался на поляночку такую ну как бы мини поляночку для меня это уже точно поляночка вот такие крепенькие сыроеги однако это как бы так выросла как-то в землю гусика и снапись бочком но меня это все вполне радует потому что ножка шикарные шляпа шикарная здесь еще вот тоже как бы произрастает две сыроеги если честно в своем лесу тогда находясь на материке я такие вещи никогда не брала тем более какие-то сыроеги но за отсутствием грибов получше я буду сейчас кромсать сейчас я вот его срежу постараюсь под шляпу то есть под ногу смотрите какая ножка крупная мясистая гриб чистый так что я его заберу вот такой вот здесь даже сыроеги такие своеобразные вот смотри сейчас я беру его под комнату толстая шляпа толстая нога но хороший вот сейчас третий маленький тоже пойдет к нам в корзинку нашу и где-то здесь я еще видел тоже видел 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 сейчас посмотрю видел точно видел вот не забыть бы где-то объявил там торчащий шляпы пытаюсь найти но как бы один это маленький конечно не знаю хорошим хорошим как он суховатый где-то 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 было ладно приди только мест такого хорошего возвышенность пусть как солнечно должны быть грибы узнается лес крымским то такой загадочный так ладно возвращаемся в своих или на место поднялся наверх как бы возвышенность уже большая высоко находимся он видны макушке того леса который был ранее сейчас нам подсказывает iphone что пройдено 14 этажей iphone у нас не врет и я нашел прекрасные сочетания произрастающих грибов сейчас я буду их резать как называются они не знаю но тогда мест не сказал что они съедобные поэтому сейчас в в таком количестве я их все буду пилить так что наблюдаем вот этот маленький мы срежем конечно ножку мне побольше оставить потому что ножка тоже она вкусненькая тем более это все молоденькая такой красавец тоже режем под корешок прошлый раз мы их собирали мы их как бы кушали нормальные грибы не понял называется тут два варианта у них было тогда это из таких грибов произрастающих называется мышата и называется еще маслята все мы прекрасно знаем здесь надо ли лесу не знаю надо сосновый брать лес какой-то хороший красивенный люди как бы ночью продают на остановке все детки торгуют вот как бы так пока мы их оба особо так в большом количестве не видим дорогие друзья забрались на самый верх вверх это имеется ввиду соотношение других верхушек устали набегались хотя принципе по поэтажность та самая осталась 20 этажей сейчас этим покушаем чай отдохнем мы собственно будем собираться уже обратно то что мы набрали покажу вам сейчас вот здесь у меня это пол 30-литровый баклажка срезанный пополам грибов всяких разных есть маслята хотели не знаю как называются подоречники вот эти розовенькие это называется рыжики такое 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 все в принципе самое главное что мы довольны поначалу конечно у нас угнетение как так мы прошли полтора км и грибов нет поэтому участка бы довольно отдыхаем возвращаемся и по пути я вам поснимаю немножко обзор леса в крыму все перекусили стартую вниз сейчас все это с вами видите своими глазами как это выглядит конечно красиво здесь такие елочки на улице теплыми ребята не поверите я еду в обычной в обычной олимпийке все нам не будет ничего но без бога конечно косовки хотя одевались мы толстовку взяли и взяла я битровку собой потому что изначально знаю что сейчас если спускаться вниз или бегать по горам наоборот тут запотеешь вот такие виды он там вдали как бы видно солнышко и там населенный пункт нам надо идти ровно по диагонали чтобы мы могли сюда попасть вот у нас как бы из планов выйти на дорогу сесть на какой-либо автобус фото власти вроде бы проходит каждые полчаса поэтому знаю точно что до севастополя мы сегодня доберемся здесь очень много в лесу как я уже ранее говорил желуди потому что много произрастает таких вот дубков и я еще видел то же самое какашки какашки кабани какие-то кабани кабани какашки я знаю потому что заранее работал в лесничестве программистом меня на сезон посадки молодняка брали тоже с собой работники коллеги мои ездили сажали и там какашек было столько ребята жуть это был брянский лес там было очень далеко вообще таки да и какие какие-то были пункты населенные это было очень далеко вот как бы здесь тоже я не удивлялся что увижу какого-то кабанчика но слава богу мы их не видели потому что вот они и там тоже ранее тоже показывал что они есть вон там внизу на находится дорога ну принципе сейчас на мы пойдем ровно к ней грибы как бы нас уже не интересует не интересует поэтому сейчас мы чистым шагом ровненько спускаемся дороге вообще конечно собирать грибы в крыму это такое дело знаете на любителя грибы здесь нужно именно искать то есть в одном месте вот и вот остановился и посматриваешь по сторонам под иголочки под листочки если у нас на материке гриб растет шляпа торчит сверху ты после его замечаешь и режешь конечно исключение является петушки потому что они растут только под слоем иголок вот здесь это все дело конечно превращается в детективную историю нужно найти распутать обнаружить красивый дубов и срезать погода сейчас у нас стоит до каких-то пор теплая потом сказали будет сыро плохо и холодно здесь нет ребят морозов но здесь такая погода если задует с моря осуженно это просто жесть поэтому пуховичи которые с собой привез из москвы пуховички и курточки я дом без они здесь есть не пригодятся ну всяком случае я их одеваю и чувствую себя прекрасно даже соотношение того мороза который был ухода мороза тогда москве ну конечно моя висит до сих пор на крючочке и и так и и ни разу я не одел до жарко в ней жарко вот видите какая зелень то все зеленая сосны зеленый запах стоит ух сумасшедший пахнет лесом лесом хвою и грибами вот на там верху пахло вообще сильно здесь как бы уже не так вот дожди дили реально два дня но вот с видите как бы моя обувь она сухая нигде ничего земля сухая идешь пробираешься даже нигде не соскальзываешь имеется ввиду там на глине все прекрасно где-то видел гриб и тут болтал с вами вот он небольшой маленький наверное все таки я его ребят срежу цыганский гриб цыганский гриб он потом созревает внутри вот она все тоже ли она потом будет сухим и называть его цыганская пудра сосны какие ну конечно небольшие как у нас большие сосны растут на айпитре поэтому забываю называется спуску спас серпантину поэтому вот там собственно конечно огромные здоровые в обхвате есть такие даже не обнимешь они очень толстые шишек здесь полно полно кустов всяких разных можно таки приехать дорога позволяет подобраться себе нарезал космос ну как нарезал накопал накопал и можно переместить себе на дачный участок и там будет все это красиво некая зелененькая произрастает кстати неплохие варианты как и для меня любителя декора вот такие такие кусты их можно залакировать я не знаю это распылителем залакировать там обделать поставить такую хрень у себя даже можно и квартире даже можно во дворе очень будет хорошей экспозиции кухает фантазии можно делать все что угодно вот мы вышли на дорогу кстати возле нее там вот на подъеме мы там набрали очень много грибов просто на одном месте просто на одном месте почва здесь вот такая с камнями здесь нет никакого песочка тут камушки 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 ну хотя даже на горах растут каким-то образом сосны чем здоровую собственно как-то корневая система умудряются там произрастать пытаться чем-то а теперь выходя на дорогу нас ждет долинная дорога потому что нужно пройти оператор не напрямую пойдем лесом лесом нашите то полно жо пойдем по дороге потому что мы уже уставшие опять же как бы и даже если примеру и будем идти лесом по удивить какой-либо гриб мимо него мы не пройдем мы будем наполняться каждый раз это время а будет оттягиваться нам еще надо доехать ехать нам недолго где-то наверное где-то наверно 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 ну час общий кстати грибы вот я про них рассказывал почему мы их набрали у дороги нет не на трассе а у дороги вот они такие растут маслята также мне показать что это вообще на монетах репостя по сути я их никак не с такими не собираю вот но весь он хороший нормальный гриб вот сейчас второй это уже не гриб и собственно и конечно он там еще один разрастает за ним я точно уже не пойду мне он не нравится ох не знаю брать не брать положу доедет не доедет а там уже вот такие конечно грибы знаю если будет ему замену сейчас по дороге от кем-то хорошим грибом я его конечно выброшу меня он не впечатлил слишком суховат и тем более есть его мне вот шикарная горная дорога там какая-то девушка собирает грибы тура со мной рядом красота 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 здесь не хватает него нашей него советской самый дешевый внедорожник на нем можно здесь пробираться очень прекрасным образом и все остальное вот пожалуйста еще один грибник вашему вниманию день добрый давно вы здесь уже давно вы здесь только зашли кстати вдоль дороге вот здесь вот сейчас вот так вот и все то как бы грибов больше чем самом лесу где как что у вас можно прибываться так чисто что у вас вижу 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 скажите как называется вот этот гриб который вы сейчас вешать покажу я вижу вижу а кремния что имеется ввиду который искры добывали отличие его то что он темно да внутри сердцевина бывает кремень там весь рисунчатый разный видишь вот оттенки его колется как как скребок я понял вот раньше шкуры его делали понятно вот разный бывает это же фактически этот самый холцидон как называется поликристаллический кремнезем той же самый кварц только очень мелко зернистым такими карте вы химик да по образованию нет просто я просто знаю минерологию крымске там скажите вот этот гриб сам как он называется журавушка журавушка таких у нас много на самом деле вот здесь да вот прям знаете почему объясняю что не идите вот там ни по каким по лесам прямо вдоль дороги как бы он растет да 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 смотрите мы как бы место выбрали это имеется ввиду если идти вдоль дороги и вот буквально как бы еще поворот все дальше мы не были то есть по факту там дальше где-то там еще они будут вот интервал получается ну где-то повыше если метра три взять выше там все уже не то вот этими на журавушки когда жаришь как курятина натуральная по вкусу червяки у нее берет да все такие хорошенькие даже большие это синенький вас мышонок да а вон там под этим вот у нас маленькие серенькие эти самые сыроежки маслят это все сыроежки ну сыроек много и причем такие были крепенькие хорошенькие да 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 правильно у нас она не называются эти горщики такие вот сопливые такие вот они называются горчак но горчак это горчак он и я нашел они натуральный на 4 5 вымачивали моду менять а это нет я прямо вот слегка отварил минут 15 и все полчаса я обычно варю два часа все грибы по фигу сказки они коварные товарная как считается условно все условно на жаре растущего условность удобно их столько разнообразия что скажите момент такой а грибы какие-то есть здесь примута имеется ввиду чтоб ядовитые были потому что как бы там брали какие-то грибы тоже те выходные но поганку вы знаете ну она такая да да я пацан тоже это ходил недавно нашел ой какая красивая она притаскивает ее наш знаете неонового цвета да 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 такие каемочки еще один вопрос вот сейчас мы пойдем по дороге пешей прогулка до до трассы мы дойдем там чем-то но перейдем мы шли мы шли прямками вот так вообще учились как бы холмы а вот там внизу это такая будет такая долина такая вот и долину переходишь на горку подымайся но все-все-все-все то есть влево как бы не стоит идти до прямо до прям камера мышля а таки тоже увидите и рыжику тоже рыжики маслята ну один я сейчас взял здесь вот уже здесь уже да тогда выбрасывать потому что я его чисто взял он хороший был просто подморозил а вот это он здесь на сухом месте сатирует это самое нормально вот это вот это вот я за них и говорю приехал ну пока а сами сами далеко вы откуда приехали оля где супруга давай по дороге полегаем на рыбу на рыбалку ему ну да тут я знаю то же самое делали самодор можно сделать хорошее озерное ловлю озер на волю саргана у нас мужички саргана ловили на это на самой это вот на саму старидку на филешку но самый удачный клево это был на эту на красную рыбку мы на как бы не свинцовая с бобито сделан японские там разные подбираем уже самые вот кидаешь спиннги тоже специально заиме там дорогие заразное покидать и тащишь и там ложь подёргал опять натурально свет все это переливается он же охотится за мелочи ну да типа там вот это мелко хамса атаку верховодка всякому не верховодка как-то господи называть забыл мелочь коробка и вот смотри подбираешь на дороге ну а что делать ну понятно хочется тоже как бы рыба тоже хожу на рыбалку но больше мне нравится кунёвую поклевку как бы сейчас она конечно вообще стало не как там у себя на севастополе камышовые бухти там прекрасно ловится сейчас вода теплая все и давление такое же они но у вас как бы это было кого-то это уже как бы мало тут не о чем разговаривать до голубого когда синенький конза того бою когда живу бой такой но это обычная смари да только большая другой настоящий окунь песюку он ходит по дну строится вот его территории вот он охраняет и вот сидит знаешь а это смотри да она стая на она ходит как ну понятно вот это вот а настоящий окунь вот он сидит там камыш как спрячется от этой территории охраняется местом день добрый смотрите 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 вот прям по краю по краю идти все эти грибы вот там как бы вот мы обошли вот сейчас будет поворот все и за ней до направо и за ним уже дальше мы там дальше не ходили ходите собирайте вон и эти как он называется маслята то же самое и журавли пожалуйста всего доброго до свидания так что здесь как бы есть очень далеко не зайти все равно будут грибники другой страны приятно пообщаться со злосыми людьми именно грибах лес конечно шикардючих посмотрите как как какие деревья высеяны каким-то мхом вид конечно просто огонь здесь нельзя по идее вот эти вот журавли должны произрастать как мы видим там их здесь их нету видим там их побольше будет это волчьи ягода мы раньше называли волчьи ягоды мы их не ели бабушка говорила не ешьте потравить игроки поэтому дураки мы их не ели если поехал черте города от севастополя газа за грибами если к этому бабочная база остановка получается такой просечка лесная но небольшая раз между как бы трассы и до дать вот да как бы все нарвят поехать в итоге как бы ну рассказом там одного нашего сам охранника он как бы собрал именно мышат так конечно интересное все конечно интересны а идти мне кажется нам наверное стоит по моему расчетам точного права не влево потому что если мы там спускались заходили в город был подъем то здесь надо идти правую сторону вот там как бы те места мы уже ехали на автобусе уже люди выходили выходили за грибами я считаю что тоже если в этом лесу как здесь мы это очень далеко добрались от города в селе черноречия то есть здесь такое количество людей и с таким такие как бы места круги как бы грибные нагревод на самом деле было там мало потому что мы только на воле начали набрать грибы когда уже удалились очень далеко поэтому я не знаю что что делать там черте городу кто поехал за грибами сегодня там те те места но может быть может быть может быть там один парочку там троечку наоборот но точно не массово там как мы сейчас напишем но у нас это точно литру 15 что-то вот базейка точно есть еще у лена тоже мы как бы довольны грибами сегодня сегодняшними какой-то столбик стоит это скорее всего лесничество помещает эти вот свои там эти сектора я помню что у нас там в россии но в россии тут тоже бы россия имеется на материке как называют там слабы все подписаны это отделяем какая там что там прочее их обозначение я не знаю как это называется вот наша все пошла внизу долина значит мы повернули правильно потому что спасибо моим гребом бы дальше бы вышли бы конечно бы опять же бак трассе бы однозначно трассе но уже чапали бы мы очень долго потому что там дальше я видел сына с горы что там как ура очень как если к пункту но до него шуровать очень-то очень-то далеко вот такое про произрастание камня внутри почвы так что так как то так птички поют не знаю слышно вам нет вот одна из больших сосен которая нам посвящалась такая ветвистая дорога позволяет здесь ехать на легком автомобиле абсолютно конечно не на иномарке для ска моего был лежак 41 господи мы на нем то есть на нем ездили на рыбалку на как называется на ночевку то же самое с ночевкой ездили к реке проезжал великолепно я еще удивлялся как будто мы едем на помню в жопаке сейчас нам осталось немножко и и будем очень красивое место хотя же место красивое оно было бы хорошо для таких каких-нибудь фестивалей там ремесел народного танца там не знаю там прочего просто таллинка нам с тобой еще чай пусть сколько минут 40 наверно а там только подняться и спуститься и все а там же надо потом еще по этим как он там такая помнишь такая маленькая как она уголковала внизу первая самая была значит что мне здесь как бы поражает то что дорога здесь как бы она это хоть и обычная грунтовая но она крепкая здесь проехать реально хочешь куда мы с собой ездили вот со соколина там же такие ухабы были там пипец попробую еще проехать а здесь можно комфортно проехать даже по моему обычно жигуля зная как бы леса допустим примерно форсом сел на машину будет там все съехал на селе на этом сюда завернул все многие не бьешь дорога прекрасно кстати сумочка такая с грибами мне уже руку так оттягивает сараега кто-то говорил что не будет собирать грибы по дороге какая-то вружка тут лучше будет ленка поле бомбом здесь только людей как эту тару али тут солнышком вишеком по крае по холмам то вот на чем произрастают деревья камушки одни камушки здесь материал для строительства есть главное один цемент купить фундамент можно забабахать смело какой хочешь и под что хочешь но касается лесного массива здесь мало материала для него есть такой больше такой какой-то мелкий почему здесь вес леса привозной а то что привозной здесь все дорого поэтому здесь дом деревянные так как бы считается уже предел как бы шикардоса все конечно если каменный домик здесь стоят такие называю бомжовые дома какое дерево странное какое-то витьеватое строение в одного второго самое главное мне казалось как гриб это строение витьеватое сейчас мы будем на нашу долину кто-то гриб собирал сыроегу не взял кто-то уже зажрался у нас сыроеги есть мы брали хэппенькие чё не взять то это может быть эти взрослые люди которые устречки которые собираются именно такие какие-то избранные там для себя молоденькие все остальное мы как бы жители города брали допустим какой-то устроить пикник выездной с кем-то большинством с несколькими семьями постер развести поставить палатки да даже может быть и как для любителей транс-музыки называется выездной open находится внизу самое главное с обеих сторон то есть есть дорога нормальная возможность отсечения отсечена то есть такая территория от населенного пункта то есть не будет никому мешать конечно будет какие-то слышны подголоски музыки но как бы так вот тут какой-то житель тулы оставил пометку что он здесь был все преодолели ленка василина мы вышли туда с тобой вон машина стоят вон далее стоит машина у кого есть машина тут до ножа сюда приехал бы здесь бы все обходил бы место шикарно вот это вот просто шикарно вон ниже какие-то грибники ходят в куртке зеленый нагнулись и ходят что-то ищут наверное грибы ищут надо бы их предупредить что грибов здесь нету вот там мы чуть ниже мы поднимались вот туда где маленькие сосны поднимались мы в гору но единственный конечно минус тогда вот нам на подъеме было то что нужно было миновать где-то метров 800 вверх именно по бурьяну то есть кусты мелкие подъем был очень плохой на самом деле но тут как бы того стоило потому что ну хотя как стоило то сейчас мы знаем что есть дорогу можно было просто обойти бы ее а тогда мы поломились и в принципе были довольны количеством грибов только в том месте как бы мы их и собрали потому что вот здесь вот в этой полосе вот где был один на одном грибников ничего мы не нашли ну как пять грибов я считаю это не ни о чем потому что изначально выезжает такое место полагаю что возьмешь грибов намного больше и опять же выбираясь хотя бы раз там сезон за грибами хочется конечно словить побольше грибов так что буду с вами и прощаться господа еще раз покажу просторы этого места она очень шикарно красивая мне нравится очень красиво всем там еще рыбаки сидят ленка что-то ловят по Beatrice субтитры И вообще, хазгалозы въебили. Въеде, въеде, въеде. Продълката изъка въъчнях, върхом, а дина тара. Продолжение следует...